Сегодня утром на московской кольцевой автодороге произошло трагическое ДТП, в результате которого погибла известная актриса Ирина Апексимова. Ей было всего 57 лет. Ирина Викторовна Апексимова была заслуженной артисткой Российской Федерации, выдающейся советской и российской актрисой театра и кино, режиссером и телеведущей. Биография Ирины Апексимовой – это история о человеке, который начал строить свою творческую карьеру, еще в подростковом возрасте. Однако ее путь к славе и признанию был далеко не легким. Актриса смогла преодолеть все трудности и препятствия, с которыми ей пришлось столкнуться на своем жизненном пути. Семья, друзья и поклонники Ирины Апексимовой глубоко скорбят по ее утрате. Светлая память об этой выдающейся артистке, будет жить в сердцах многих поколений. Ирина Апексимова, будущая звезда мирового кинематографа, родилась 13 января 1966 года в Волгограде, в семье музыкантов. Ее отец, Виктор Николаевич, был музыкантом и преподавателем фортепиано в музыкальной школе и консерватории, а мать, Светлана Яковлевна, работала хормейстером в театре музыкальной комедии и преподавала на дирижерско-хоровом отделении консерватории. Ирина была ребенком, когда ее родители приняли решение разойтись. Вместе с матерью она переехала в Одессу, где проживали их родственники. Там Ирина посещала общеобразовательную школу, а в 15 лет она попала в специализированный класс с театральным уклоном, где ее педагогом стала Ольга Кашнева. Интересно, что при получении паспорта в Одессе действовал закон, по которому национальность указывалась по материнской линии. Из-за этого родители Ирины беспокоились из-за еврейской национальности матери, опасаясь антисемитизма. Отец Ирины уладил этот вопрос, подарив коробку конфет паспортистке, и в документах Ирины указали, что она русская. В 1983 году, после получения аттестата зрелости, Ирина приехала в Москву с намерением стать воспитанницей школы-студии МХАТ. Однако из-за ее ярко выраженного южного акцента, она не была принята. Этот неудачный опыт заставил Ирину вернуться в Одессу, где она присоединилась к кардебалету Одесского академического театра музыкальной комедии. Год спустя Ирина сделала вторую попытку поступления в московский вуз, но история повторилась, и ее не приняли, снова из-за акцента. Несмотря на это, она не унывала и решила снова попытать счастье. Она уехала к отцу в Волгоград, где начала работать в местном театре. Молодая актриса отучилась от своего Одесского говора, и в очередной раз решила поступить в МХАТ. Этот раз ей повезло, и ее зачислили в мастерскую Олега Табакова. После окончания вуза Ирина, не прекратила совершенствовать свое мастерство. Она несколько раз посещала зарубежные специализированные курсы, включая такие известные школы актерского мастерства, как Нью-Йоркская Джоли Арт Скул и Лондонская Барбикон Сентер. Эти опыты и знания, помогли ей стать одной из самых выдающихся актрис своего времени. Ирина Апексимова, начав свою карьеру, в Московском художественном театре имени Антона Чехова, сразу привлекла внимание зрителей своим талантом. Она сыграла множество ярких ролей на этой сцене, но в 2000 году она приняла решение уволиться и создать свою собственную театральную компанию, под названием «Балласт», который позднее был переименован ее именем. Ирина Викторовна не только выделялась как актриса, но и как руководитель театральных проектов. С 2012 по 2015 годы, она возглавляла театр Романа Виктюка и внесла значительный вклад в поддержание его популярности. Затем, с марта 2015 года, она заняла должность директора театра на Таганке. В определенный момент в СМИ появилась информация о том, что Ирина Апексимова болеет раком, но эта информация оказалась ложной. Она продолжала активно участвовать в организации театральных проектов и выступать на сцене. Ее работа, включая режиссерскую лабораторию репетиции, была высоко оценена и признана лучшим столичным театральным проектом, по версии московского комсомольца, в 2016 году. Ирина Апексимова продолжала радовать зрителей, яркими ролями и успешными постановками. Ее участие в спектаклях, таких как «Чайка» 73458 и «Скамейка», где она играла в паре с Гошей Куценко, пользовалась большой популярностью. Она также активно участвовала в проектах под открытым небом, таких как мюзикл «Суини тот», «Маньяк цирюльник» с «Флик-стрит», который был удостоен трех золотых масок. В 2019 году Ирина Апексимова с блеском исполнила роль «Королева червей» в авангардном мюзикле «Беги, Алиса», «Беги» режиссера Максима Диденко, что принесло ей награду «Золотая маска» за лучшие костюмы. В конце 2020 года Ирина заняла должность директора Содружества актеров «Таганки», где она выразила надежду на воссоединение театрального комплекса и обещала справиться с административными сложностями. Весной 2021 года она вернулась на сцену в спектакле «Отелло» в рамках проекта фестиваля «Уроки Табакова». Несмотря на его необычность и отсутствие привычных образов, этот спектакль продемонстрировал ее выдающийся актерский талант. Ирина Апексимова начала свою кинокарьеру, когда училась на втором курсе вуза. Ее дебют в кино пришелся на роль девушки Ксюши, в психологическом триллере «Башня» режиссера Виктора Трегубовича. Эта работа принесла ей награду «Бронзовая маска» на Таурме на International Film Festival. Затем Ирина Викторовна снялась в мелодраме «Мелочи жизни», которая считается первым российским телесериалом, и в популярном фильме «Середины 90-х лимита» с участием Владимира Машкова. Последний фильм получил премию «Ника» в трех категориях, включая за сценарий. Ее выдающаяся работа была отмечена в драматической экранизации повести Ивана Тургенева «Му-му», где она играла роль француженки Жустины. Также она получила приз на Парижском кинофестивале в номинации «Лучшая исполнительница женской роли за свою роль» в российско-французской короткометражке «Октябрь». В 1999 году Ирина Апексимова стала известной на всероссийском уровне, благодаря многосерийному криминальному проекту «День рождения буржуя», за который она была награждена специальным призом на Евразийском телефоруме стран СНГ и Балтии в Москве. Затем ей пришлось справляться с стереотипом расчетливой дамы, который она получила после успеха в дне рождения буржуя. Однако Апексимова старалась разнообразить свои роли и доказать зрителям, что она способна на гораздо большее. Ей было интереснее сниматься в психологических драмах, таких как «Клетка», которые она считает одной из лучших работ в своей карьере. В 2005 году она снялась в ТВ-проекте «Есенин», где исполнила роль Анны Берзинь, подруги поэта Сергея Есенина. Этот проект был создан по мотивам произведения Виталия Безрукова, отца актера Сергея Безрукова, который также сыграл роль Сергея Есенина. Апексимова продолжила работать в разных жанрах, включая криминальный фильм «Тело хранительницы», где она сыграла роль, ловящий на живца убийцу. В мелодраме «Победный ветер», «Ясный день» она появилась в роли примы театральной труппы. Сценарий этого фильма основан на книге Виктории Платовой. Параллельно Апексимова приняла участие в фэнтезийном фильме «Книга мастеров», где сыграла роль каменной княжны. Этот фильм был удостоен ряда наград, включая приз детского жюри на Европейском фестивале юношеского кино во Фландрии. Затем последовала премьера многосерийного детектива «Судмедэксперты», где Ирина Апексимова исполнила роль Натальи Плаксиной. В этом проекте она сотрудничала с Максимом Литовченко, который, несмотря на образование медика, выбрал кинокарьеру.